Всем доброго времени суток, друзья и товарищи. Приехал сегодня на водохранилище. У нас была оттепель. Весь снег со льда съела. Сейчас практически голый лед. Но толщина льда не изменилась, даже несмотря на то, что было плюс 4. Сейчас еду опять на ту точку, где в прошлый раз у меня кривал очень-очень крупный овень. Ну и буду пробовать ловить сегодня на безмотылку. И, может быть, получится что-то поснимать под водой. В общем, что из этого выйдет, смотрите далее. Пришел на место своей прошлой рыбалки. Сейчас буду разбуривать кружок из лунок. Ну и, соответственно, буду все это дело закармливать. Смотрите, пожалуйста, это видео внимательно, чтобы не пропустить очередной розыгрыш безмотыльных снастей. Об условиях узнаете чуть позже. Забурил я лунки. 12 штук. Сейчас буду их потихонечку закармливать. Закармливать буду прикормкой. Вот такой вот. И мормуш. Живой мормуш. То есть в одну кормушку буду добавлять и прикормку, и мормуш. Потом, когда лунки закормим, начнем облавливать и смотреть подводной камерой, что там происходит. Прикормку, кстати, размешиваю с недавних пор в пакетиках для заморозки. Они не зубеют, сильно не шелестят. Мне нравится, по крайней мере. И остатки прикормки, которые есть, можно положить за пазуху. И надо корм у вас будет. Так же у меня есть еще полудохлый мормуш. Он у меня отдельно хранится. Наверное, пробурю несколько лунок на очень большой глубине и бахну туда по целой кормушке мормуша. Потому что даже на мормуша полудохлого с дужком подходит рыба. Иногда крупная. В общем, ребят, чтобы было получше видно в камеру, я решил начать с мормушки. Вот такой вот. Это мормушка моего изготовления. Это нимфа в цвете ручейник с таким вот желтеньким сырным кубиком. Леска 01. Свеженькая. Кивок из рентгеновской пленки. Подкрашенный в зеленый цвет для того, чтобы его было получше видно на камеру. Ну и удочка с фрикционом. Ковалевка. Ну а сейчас давайте опустим в воду камеру и посмотрим, что же у нас происходит под лунками. Подводная камера фокус лишь. На данный момент времени, по качеству изображения и возможности видеть в темноте, это лучшее, что есть на российском рынке. Ну вот, на прикормочном питье у нас уже ходит окунь. Такой, примерно грамм. Наверное, на 120-130. Ну, сейчас настрою камеру и попробую поймать его, если он клюнет. Вот такая вот картина у нас под лункой. Сейчас стоит окунь и мы играем мормышкой рядом. Окунь стоит на пузе и жрет мормышей со дна. Сейчас попробуем сделать проводку. Вот у нас идет мормышка и за ней идет плотва. О, была поклевка. Съездил по губам. В общем, побыстренько пробежался я тут почти по всем лункам. Вот, и рыбка-то есть только на лунках с небольшой глубиной. Вот, поэтому сейчас пока будем отсюда и начинать. Вот тут, видите, какая лунка интересная. Окушок более-менее активный плавает. Сорожка такая достаточно крупненькая. Тут у нас лодка. Большая здоровая лодка валяется. Ну, соответственно, травка тут растет. В общем, интересная точка и красивая рыбка здесь. Сейчас будем пробовать ее поймать. Вот, смотрите, какой горбач приплыл на эту лунку. Ух, красота! Сейчас попробуем поймать его. Вот он. Мелкий акушарик. Ну, к нему на камеру. Очередная лунка встречает нас вот такой вот красотой. Ох, есть! Окушок! Оружий! Безотчетный кабанчик! Внимание, подъемка была. Зачет на кун. Кунек идет. Нет, 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 нет. Пойдет, пойдет карась. Вот мелкие. Пойдем. Пойдем. Клюнула. Какая-то мелочь окуневая. Попадет. Ну вот, я пришел на лунку с добрыми окунками. Прям хорошие стоят. Сейчас буду пробовать тихо вылезть. Опа. Вот, ну маргустами подъем. Видим? Промазал. Продолжение следует. Вот. Вот он. Вот он. Кунек. Красавчик. очередная луночка тоже на мели вот и здесь есть ремешка сорожки плавают, видел я также окуньков но у сорожки нет аппетита, точнее не то что нет аппетита, мормышка для нее слишком великовата если поставить мормышку поменьше, то будем ловить ее но хочется быть готовым к хорошей рыбе вот окуньок идет, 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 идет сытый 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 Увидел, увидел, идет, 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 поклевка по губам. А на этой лунке ходит лещ. Смотрим, что нет. Здравствуй, дорогой. С первых двух кругов я смогу собирать таких вот пыльков. Ну и решил, что сейчас я попробую пройти с большим мухомормушем с 0,12 леской и попробуем потрясти активно. Может быть подойдет уже рыбка к нашим лункам и мы кого-нибудь выдернем серьезного. Мелкий окунек, а вон как сожрал моего морма. Прямо в заглот. Мелкий окунек. Чуть-чуть покрупнее. Пойдет. Пойдет. Заглотил как-то. Заглотил. 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 Завершил еще один круг мормушек. Ну, в общем, такие вот окуньки пузатые, но сильно крупных нет. Есть еще мысль поставить черта, потому что сейчас такое время, когда должна такая рыба подойти к корневым лункам. Вот, но для начала надо перекусить. В общем, настает потихонечку время трофейной рыбы. Она, если придет, то сейчас. Вот, поэтому взял лудочку с леской 0,128 и чертик у меня тут стоит. Самодельный чертик. Вот такой чертик с тонкими длинными крючками. Мне тут сказали о том, что крючки тонкие, мол, типа того, что на крупной рыбе будут разгибаться. Вот. А я придерживаюсь такого мнения, что такие тонкие крючки очень хорошо залазят в пасть крупному окуню. Потому что у него пасть костистая и ее надо пробивать. А такой крючок острый, японский, мне кажется, что хорошо будет залазить. Ну, заодно давайте сейчас проверим, так ли это на самом деле или нет. По крайней мере, надежда на крупную рыбу есть. Почему бы не проверить. Короче, рыбачок за моей спиной. Тот, который увидел, что я ловлю, все ближе и ближе подступает к моим лункам. Не знаю, если честно, как на это реагировать. Вроде как бы старичок. Сказать о том, что мужик, ты как бы давай там подальше, как бы, ну, наверное, не буду. Харен на него, пускай сидит. Единственное, что скорее всего в следующий раз сюда приду и тут уже будет все разбурено к черта матери. Все-таки соблазнился. Но мелкий. Косорожка. Сорога клюнула на черта. Черта здоровая на 7 грамм. Такая мелкая плотва. Такое ощущение складывается. То, что на черта откликается хуже, чем на мормуши. Ну и поклевки на мормуши сами видели. Да какие? Просто в топку. Сразу. С лету, сходу. Все. А на черта, как бы, немного не так. Потому что парусность у черта плохая. Поэтому, чтобы его, что называется, засосать, надо серьезно так постараться. А мормуши, он парусит и его рыба заглатывает очень хорошо. Ну и собственно говоря, сейчас я наверное добегу остаток лунок с чертом. Снова возьму в руки удочку с мормушем и уже будем с ней заканчивать этот рыбацкий день. Пойдет гусь. Пойдет гусь. Вау, не хера себе. Давай, давай, давай. Тоже со дна. Тоже со дна, на черта. В лупе. какой красавчик что он подвис на такую проводку еле-еле душа в теле красавчик лунка это все здесь выдает тут лодка лежит на дне я мурмуша сюда еще подкинул красавчики огонь желтый окунек глубинный ну вот эту лунку я проходил с чертом и на черта поклевок не было может быть конечно не подошел он в тот момент когда я был чертом здесь но все-таки есть у меня мысль о том что мурмуша окунек отзывается получше пилочка была пилочка была гулять 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 гасаров как глядь Четко. Надо эту лунку еще раз задобрить. Можем сейчас и погреть сюда. Четко. Но это поменьше уже. Идет. Поначалу ты упирался нормально. Кунек. Кунек. Добрый. Красавец. Красавец. Вааа. Хе-хе. Keep going. Банды. Красавец. Ха-хе. Ухе. Ахе. Красавец. Чуть-чуть придавил, а захватил весь в шахте Вот это, ребята, аквариум Обалдеть Красота какая Да Красиво Завершился уже который по счету круг Я уже даже не помню, четвертый наверное С 0,6 мухомормушем И что-то как-то есть ощущение, что клев начинает ослабевать Поэтому сейчас я возьму удочку Тоже с мухомормушем Но весим 0,3 грамма На хорошем крючке И пойдем адреналинить Такие вот у меня саночки Запороженные все Снегом Вот у меня удочка Тректлончик тут настроен Хорошо Так что надеюсь Что никто не оторвет Угу Небольшой Какой-то мелкий акунь Опять присоседился Сорожка Ёлы-палы Вот это да Давай-давай Спасибо, что досмотрели это видео практически до самого конца Теперь я объявляю очередной розыгрыш Значит, сегодня будем разыгрывать комплект из 5 мухомормушей Весе 0,6 грамма Та мормушка, на которую я сегодня поймал основное количество акуней Условия конкурса очень простые Надо быть подписанным на канал Проверять буду вашу подписку То есть, надо будет свои подписки в профиле ютуба оставить открытыми И надо будет написать какой-нибудь один адекватный комментарий Условия простые Пусть победит тот, кому повезет В общем, ребята, вот такой у меня сегодня улов Самые крупные окушки Где-то в районе 200-220 граммов Такие вот Хорошие рыбки Ничего тут не скажешь Пожарить таких прям Самые то В общем, рыбку сегодня брал Потому что дома сказали, что надо рыбы Но так бы всех отпустил В общем Сработал опять мухомормуш Мухомормуш Сработал Нимфошарик Ну и немного сработал Чёртик Крупной рыбы сегодня, к сожалению, не было Даже в камеру подводную я крупных акуней увидел одного с утра Ну такой где-то в районе полкило Наверное Но он не попал, к сожалению Скорее всего Эта точка в следующий раз будет уже разбурена Потому что, ну вы сами видели Рыбак Он пришёл Откуда-то со стороны Я пока тут занимался съёмкой Сидела Вытащил окунька нормального И всё Он это увидел И разместился тут рядышком Буквально тут Забурил там Пятак из лунок Видимо тоже чем-то закормил И у него там начали проскакивать Какие-то такие мелкие окуньки Но он уже свалил Часа два назад Вот А я уперся до самой темноты Надеюсь, что подводные кадры Которые мне удалось заснять Вас порадуют Ну у меня на этом всё Берегите себя Всем не хвастанье чешуи И увидимся с вами в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok